Выражение «деньги не пахнут» употребляют, когда хотят подчеркнуть, что не имеет значения, каким образом была получена прибыль. Откуда пошло выражение «деньги не пахнут»? Появление этой крылатой фразы связано с одним забавным эпизодом из истории Древнего Рима. В то время в Риме правил император Веспасиан, видный государственный деятель, в ряду многочисленных достоинств которого выделялись брежливость и изобретательность. Так, заботясь о пополнении казны, правитель был исключительно находчив при введении налогов. Однажды император придумал новый сбор, а именно налог на римские отхожие места, то есть общественные туалеты. Его сын, наследник Тит, стал упрекать отца в том, что тот добрался даже до отхожих мест. Однако, когда туалетные деньги дали государственной казне существенную прибавку, Веспасиан поднес к лицу сына монету и спросил, ощущает ли тот неприятный запах? Нет, ответил Тит, а все-таки она из мочи, заметил Веспасиан. С тех далеких пор и пошло выражение «деньги не пахнут». Со временем оно приобрело резко отрицательный смысл. Для получения прибыли хороши любые средства. Укоренилась и практика платных туалетов. И как в Древнем Риме они служили источником пополнения государственной казны, так и в настоящее время общественные туалеты отлично обогащают карман владельцев. В СССР первые платные туалеты начали появляться с 1988 года с развитием кооперативного движения. Наш девиз, мы рады вам, вы благодарны нам. Версаль. Версаль извините в туалетном вокзале, а у нас комфорт. Ничего, что я без смокинга. Что вы, что вы, клиент всегда прав. А для удобства имеет сменную обувь. Ставь лайк, если информация в этом ролике была тебе полезной. А также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Удачи!